Условный срок вместо колонии строгого режима. Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему чиновнику, управляющему Южным управленческим округом Свердловской области Михаилу Астахову, ранее признанному виновным в получении взятки в размере 6,5 миллионов рублей. Из назначенных ему ранее 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Михаил Семенович ни дня не провел на зоне, хотя во время апелляции находился в больнице второй Екатеринбургской колонии общего режима. Состояние его здоровья, по мнению суда, явилось препятствием к реальному отбытию наказания. 67-летний Михаил Астахов, выходец из рабочего класса, до назначения на государственную службу управляющим округом, в течение двух сроков возглавлял местное самоуправление в третьем по величине городе Свердловской области Каменске-Уральск. Именно в этот период, как установил суд, им и было совершено преступление коррупционной направленности. В 2014 году мэр получил от руководителя строительной компании «Союзстроймонтаж» Гайнанова взятку в размере 3% от двух муниципальных контрактов на строительство детского сада и малоэтажных многоквартирных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как установило следствие, все эти объекты сдавались существенными недоделками, однако глава города поставил свои подписи под актами о приемке их в эксплуатацию. На суде, где рассматривалась апелляция на ранее вынесенный приговор, адвокат бывшего чиновника Юрий Морозов назвал это обычной хозяйственной деятельностью. Обычное событие, объективной жизни, ведение хозяйственной деятельности или управления могут быть истолкованы как действиями, которые можно легко квалифицировать, как обстоятельства, которые позволяют привлечь того или иного должностного лица к уголовной ответственности. Истолковать деятельность Астахова как коррупционную следствие позволило то обстоятельство, что за свою благосклонность к застройщику-бракоделу мэр Каменска получил от этого застройщика деньги и материальные ценности на сумму в 6,5 миллионов рублей. Под материальными ценностями имелся в виду автомобиль Toyota Venza, который Астахов тут же подарил своей живущей в Санкт-Петербурге дочери. А часть денег, предположительно составлявших тело взятки, следователями была найдена на банковском счете сына Михаила Астахова в Арабских Эмиратах. При этом сам чиновник вел весьма скромный образ жизни. Вот как произошедшее в судебных прениях описывал адвокат, обвиняемого Морозов. Экс-мэр признал вину, но при этом следствие не доказало, за что именно Астахов получил деньги. Чиновник до сих пор тяжело переживает произошедшее с ним. Он не был системным коррупционером, а застройщик, который давал ему деньги, фактически втерся в доверие и стал входить в ближайшее окружение мэра, в его семью. Люди живут в скромном двухэтажном домике 60-х годов постройки. Он ездит на машине, которой уже 13 лет, рассказал Морозов о достатке Астахов. Адвокат настаивал, что инициатором ситуации со взятками был Гайнанов, подрядчик, строивший детсад. А Астахов был ведомым. В свою очередь прокурор отметил, что у Астахова позиция противоречивая. С одной стороны он признает вину, с другой сваливает ответственность на Гайнанова и свидетеля по делу Борисова, сотрудника администрации Каменско-Уральского. 22 июля этого года Синарский районный суд Каменско-Уральского приговорил бывшего мэра, управляющего Южным управленческим округом, к 8 годам колонии строгого режима и наложил на него штраф в размере почти 13 миллионов рублей. Кроме того, изъял у его дочери машину, полученную в качестве взятки, и лишил Михаила Астахова государственных наград, в первую очередь медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Еще раньше Политсовет областной чейки «Единой России» приостановил членство Астахова в этой партии. Сразу после приговора, прозвучавшего летом, 67-летний чиновник попал в Каменскую городскую больницу с сердечным приступом, а позже был переведен в лечебное учреждение исправительной колонии номер 2 в Екатеринбурге. В это время его адвокат готовил апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в который требовал отменить приговор Синарского суда и отправить дело на повторное рассмотрение. Кассационная коллегия решила иначе. Поскольку бывший подчиненный Астахова Борисов, которого следователи называли посредником при получении взятки, к ответственности привлечен не был, суд решил, что участие посредника в коррупционной схеме не было доказано. Приговор Синарского районного суда города Каменско-Уральского 22 июля 2019 года в отношении Астахова Михаила Семеновича изменить, исключить из описательно-мотивировочной части приговора при квалификации действия Астахова по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации указание на получение взятки через посредников. Это обстоятельство сразу позволило суду снизить и без того минимальное наказание, вынесенное Астахову, с 8 до 6 лет. Но этим гуманизм российского правосудия не ограничился. В защиту Астахова перед судом выступили его бывшие коллеги и подчиненные. Адвокат Астахова ходатайствовал о приобщении к делу обращений до общественных организаций Каменско-Уральского, Совета ветеранов Синарского трубного завода, двух православных общин и Комитета солдатских матерей Каменско-Уральского. В обращении горожане отзывались о бывшем мэре как о порядочном человеке, который сделал много хорошего, наладил работу кадровой службы завода, помогал приходам, дал ход строительству памятника погибшим при исполнении воинского долга, сообщает портал Е1. Также в суде выступили свидетельницы. Председатель Совета ветеранов Синарского трубного завода Тамара Корякина рассказала, что Астахов добился карьерных высот благодаря своим заслугам, заботился о людях и доверял им. На этом заводе будущий чиновник начал карьеру с подручного вальцовщика и закончил в качестве директора по персоналу и только после этого ушел в городскую власть. Астахов вел на заводе дресс-код и сухой закон, был поборником ЗОЖ, опекал спортивные организации, говорила Корякина суду. Она попросила назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы. От общения с прессой она отказалась, сказав, что бывший мэр очень хороший человек. Но, вероятно, самые главные слова суду сказала Наталья Кокшарова, врач медсанчасти Синарского трубного завода, которая в закрытой части заседания рассказала о состоянии здоровья обвиняемого, которое может препятствовать отбытию им наказания за решеткой. И, несмотря на то, что прокурор был против какого-либо изменения ранее вынесенного приговора, суд решил апелляцию в пользу бывшего мэра. В соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, смягчить назначенное Астахову основное наказание до 6 лет лишения свободы. В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное Астахову по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет. Уже сегодня Михаил Астахов покинул тюремную больницу и в сопровождении жены и друзей смог вернуться домой в Каменск-Уральский. Правда, обязанность выплатить штраф, ведь обвинение во взятке в особо крупном размере с него так и не было снято. Да и он и сам признавался в ее получении. За Астаховым было оставлено. В резолютивной части приговора указать о сохранении ареста на денежные средства, подступающие на банковские счета Астахова в размере, не превышающем 12 миллионов 938 тысяч 636 рублей 88 копеек.